Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем с вами заниматься программированием микроконтроллеров STM32. У нас опять четвёртый Discovery, наш любимый. Урок у нас 48. И заниматься мы сегодня продолжим звуком. То есть у нас сегодня звук будет происходить посредством передачи его из компьютера на Discovery с помощью класса USB Device Audio. Затем данный цифровой поток будет определённым образом поступать в микросхему ту же самую, которую мы реализовывали на USB Audio ЦАП по интерфейсу I2S. И далее будет обрабатываться определённым образом и выходить на аналоговый выход. В общем, проект назван был USB Device Audio. Собственно, как всегда по теме урока, чтобы он был узнаваемый. И сделан он был из самого практически старого по Hall и Cube MX проекта тест 002. Откроем этот мой проект сейчас. Соответственно, нужно будет мигрировать его под новую версию Cube. В общем, здесь нам нужны будут светодиоды. И то, может быть, даже не нужны, но на всякий случай оставим PD12 и PD14, отвечающие за красный и зелёный цвет свечения определённых светодиодов. Соответственно, мы занимались тест 002 таймером. Мы его отключим, так как мы им заниматься уже не будем. Ну и собственно, конечно, I2S. I2S у нас, как вы помните, третий. Именно он подключен к микросхеме у нас. Ну и теперь USB мы уже будем не хост поднимать, а девайс. Здесь выбираем Device Only. Здесь выбираем класс Audio Device Class. Вот что насчёт USB. Ну и, соответственно, шина I2S. Как вы помните, используется для того, чтобы общаться с микросхемой Audio ЦАП, для того, чтобы передавать ей какие-то команды, читать данные регистра, писать данные в регистр, определённые биты выставлять, то есть вносить определённые настройки. И, как вы помните, мы вот эту ножку с вами ремапим на PB9. Ну вот так. В общем, насчёт этого. Ещё нам нужно будет ножку PD4 включить на выход, так как именно она у нас отвечает за перезагрузку железную нашей микросхемы Audio ЦАПа. Ну и сразу, чтоб не забыть, мы её с вами таким же образом настроим. Она у нас pull down будет и скорость у неё будет medium. Вот насчёт ножки так. Теперь зайдём в Clock Configuration. Согласимся, чтобы у нас всё это выставилось красиво, то есть на максимальные настройки. Да, HSE у нас всё правильно. Вот здесь вот 168 введём, пусть будет всё максимально. И вот здесь вот также поставим скорость 192. Ну, соответственно, конечно, у нас здесь немножко с вами произойдёт вот такая вот вещь, но просто чтобы поставить скорость 192 не обязательно делать именно так. То есть лучше всего вот здесь выбрать 192 и тогда будет всё нормально. То есть этот параметр, он у нас не повлияет на вот это. Ну, теперь, конечно, уже повлияет, то есть везде выставится 192, причём кроме вот этого. Вот так пока. Сейчас мы разберёмся с этой скоростью. Никуда мы не денемся. Ну, ладно. Выставим, в общем, так. И здесь 168. И всё у нас, я думаю, встанет на своё место. Вот сюда встало 168 у нас, но 192 у нас сбилось. Давайте мы вот сюда вот выставим его. Ну, видимо, нам куб так и предлагал сделать. Вот так с этой конфигурацией. Теперь, собственно, конфигурация интерфейсов. Ну, в принципе, тут мало что изменилось из предыдущих занятий. Ну, здесь у нас в параметрах до 192 мы с нашей аудио ЦАПой не разгонимся, то есть далеко особо. Ну, также здесь нужно будет нам включить DMA режим. Ну, не режим, а использовать технологию DMA. Правильно. Memory to peripheral. Ну, пусть даже будет лов. Всё будет работать. Здесь выставляем так. Ставим полуслова, то есть двухбайтовые величины, широту данных. И здесь вот восьмёрочку. Ну, и также 48 нужно выставить вот здесь, то есть USB нам. Потому что здесь 22100, а мы выставим 48. Пусть у нас максимальную с вами частоту поддерживает звуковая карта наша 48, так как такую частоту она и поддерживает. Ну, именно то, на каком ЦАПе она будет у нас организована. Здесь вот, если вы использовали уже виртуальный порт на Discovery, лучше вот это вот значение нам изменить как-то. Ну, давайте я поставлю 159. Вы можете любой, иначе вы неизбежно получите глюки вплоть до того, что придётся вам VCP-драйвер удалять. Ну, именно VCP-драйвер мы и используем для USB-карты. Он и станет у нас как драйвер USB-карты. Просто будет там написано вот так, не просто виртуальный порт ASTM32, аудио-класс. Зайдём ещё вот сюда вот в настройки, чтобы нам там где-то постоянно что-то не выставлять. Вот здесь выставим кучу, размер кучи 400, ой, 4000, а здесь 2000 размер стека используемого. Ну, теперь мы уже в принципе можем смело генерировать код и открывать наш проект. Вот у нас проект открылся, но прежде чем его настраивать и компилировать, мы с вами возьмём наш проект по работе с шиной I2S, когда мы поток брали с флеш-драйва, вот этот I2S Audio и возьмём оттуда нашу библиотеку по работе с нашей микросхемой аудио ЦАПа. Вот. Теперь мы подключим в проект C-файл данной библиотеки. Настроим программатор на авторизет. Ну, конечно, мы можем попытаться собрать проект, но вряд ли он сейчас соберётся у нас, но это просто для удобства, скажем так, всё это делается. В принципе, можно ещё MainH сюда. А, у нас есть здесь MainH. Отлично. Значит, он нам не нужен. Мы будем использовать тот, какой есть тогда. Ну, соответственно, три ошибки. Ну, ошибки, да, будут. У нас же был ещё дисплей подключен, ещё прочие всякие вещи, которые связаны, так сказать, с USB-хостом, которые уже работать, так сказать, не будут. Вот эту вот переменную мы с вами уберём, наверное, но заодно её, данную переменную, нужно будет убрать нам из ещё одного файла. Видимо, она там, я так подозреваю, использовалась. Вот она. И, возможно, даже она в обработчике таймера где-то использовалась. Ну, по всей видимости, он у нас не остался, так как мы таймер отключили, и он со всеми обработчиками от нас убежал, скажем так. Так, теперь откроем с вами C файл нашей библиотеки, который мы писали с вами. Ну, можно сразу вот это вот всё хозяйство отсюда убрать. Зайдём теперь в H файл. В принципе, даже не зайдём, пока нам там делать нечего. Мы скопируем его подключение и вставим в файл mainH, чтобы виделась данная библиотека у нас из файла main.c. Скорее всего, теперь ошибок ставят гораздо больше, так как мы там многие уже с вами подключение убрали. Ну, теперь начнём что-то мы настраивать. Ну, во-первых, вот здесь вот в бесконечном цикле всё, что это давным-давно мигание светодиодами от таймера было написано, мы также удалим. Ну, я буду каждый раз просто собирать проект. Видимо, я вот эту скобочку не удалил, поэтому получилось немного. Вот у нас ошибок стало поменьше немножко. Ну, пойдём теперь в файл audioplay.c. В общем, с чего мы тут начнём. Ну, вот это, конечно, уже файлы мы с вами не используем, само собой. Вот этот вот буфер мы с вами не используем. Вот. И тут буфер уже не используем. AppleState не используем, extern не используем, строчки не используем, вот это также не используем. Теперь можно ещё по ошибкам пройтись и как раз мы с вами удалим тем самым то, что мы не используем. Вот это вот также нам не нужно. Скорее всего, вот эта функция может быть и вообще будет удаляться у нас полностью. Так, и где-то ещё с… Ну, давайте вот это. Также у нас нету с вами дисплея. Он не нужен для звуковой, в принципе, карты. Можно было бы как-то его тут присандалить, так сказать, но не нужно. Вот это всё с callback функции мы удалим. Также немножко их ещё подправим. Пока что немножко вот так красивее будет. Вот. Ну, до них мы ещё дойдём, в принципе. Так, пойдём наверх. Ещё там есть кое-что у нас ненужного, в принципе. Вот это не нужно нам. Ничего абсолютно. Вот. Ну, и вот это тоже. Ну, ещё что будет не нужно, мы потом разберёмся, в принципе. Вот это вообще ничего тут не нужно. Попробуем-ка собрать. Ага. Ошибок, конечно, увеличилось. Мы сейчас сразу две функции с вами удалим. Вот. Вот эту. Да, вот эту удалим. И вот эту. А вот где все её ошибки тут у нас набрались. Вот у нас все ошибки теперь с вами поисчезали. Вот здесь вот ещё напишем complete. Вот так будет красивее. И соответственно точно также изменим их прототипы. Вот в этом вот файле заголовков. Так. И так. Теперь нам ещё нужен будет файлик подключить. Мы возьмём это подключение из одноимённого C. А нам его нужно использовать будет в нашей библиотеке. То есть он нам нужен будет вот здесь. Значит, вот тут мы всё полностью поудалим. Вот сколько мы сегодня с вами поудаляем всего. Вот. Это мы поудалим. Теперь у нас вот этот прототип нам не нужен. Этот нужен. Только не этот, а уже мы будем вызывать другую функцию. Вот эту. И со всеми параметрами мы её сюда возьмём и получится у нас на неё прототип. Её мы и будем использовать в обработчиках. Вот у нас уже какие-то ошибочки появились, так сказать, где-то. Потому что он нам не нужен. Так. Теперь вот это вот. Будем по одному. Возьмём буфер обмену воткнём вот сюда. И ещё нам надо статусы таким же образом забрать. Вот так. Вот у нас теперь нет ошибок. Сейчас я ещё повнимательнее посмотрю, что вот здесь можем мы убрать и вернусь. Вот это не нужно. Это также не нужно. DMA нужны и это всё нужно. Вот в принципе наверное и всё здесь пока что. Ещё будут нужны нам парочка макросов, но именно вот здесь. То есть они нужны будут извне. Нужны нам эти макросы. Ну я думаю вы поняли зачем макросы. Это для отключения аппаратного нашего кодека, а это для программного. Ну как-то define… Ну вообще нормально. Пусть здесь живут. Хорошо. Теперь нам нужны будут функции в mainc. Как обычно идём в четвёртые скобки. Ну скобками я зову то, откуда код никуда не денется, когда мы будем если что с вами его переделывать. Мы попробуем сейчас эту функцию найти где-то в i2c. Ой, в i2s. То есть ну скорее всего оно это и есть. Вот это для половинки, а это для complete. Да. Нам tx и нужен. У нас мы с rx голосами пока не работаем. То есть мы пока работаем именно на transmit. То есть мы передаём в шину, в микросхему. Мы не с микросхемы берём. Это если у нас будут уже аудио АЦП. То есть для записи голоса и прочих вещей. Именно для записи. Мы с вами работаем пока только на воспроизведение. То есть звуковая карта у нас будет пока что не совсем полноценная. То есть она будет у нас только воспроизводить с компьютера. То есть звуковая карта полноценная. Она ещё должна уметь и захватывать в компьютер. Ну как правило мы редко пользуемся этой функцией. Поэтому вот такой вот включен кодек в наш Discovery, который занимается пока только одним воспроизведением. Давайте их наоборот поменяем. Почему-то мне так вот больше нравится здесь вот complete, а там половинка half. Вот так вот их покрасивее отделим немножко друг от дружки. Ну а в них мы напишем кое-что. Если. Да, если-то если, но у нас третья. С вами она, наши шины. Вот иначе мы можем не попасть. If2s3 instance. Здесь еще раз проверим, что третья. С3. То мы тогда будем выполнять тело условия. И также здесь мы тоже будем выполнять тело условия. Ну и каким же будет наше тело условия? А тело условия наше будет вот таким. То есть чтобы меньше писать ручного кода, мы эти вызовы отсюда заберём. Сейчас мы с ними разберёмся и распределим их куда положено. То есть то, что для половины считанного буфера мы заберём туда, где обрабатывается прерывание от половины. Ну вот как-то вот так это всё и будет у нас выглядеть. Ну а пока сюда вот то, что именно будет происходить. То есть мы пока ничего писать не будем. Пока оставим всё как есть. Вот. Немало мы уже с вами сегодня в принципе сделали, но кое-что ещё можно будет сделать. Вот. У нас код собрался. Давайте мы сейчас вот на этой вот ноте попробуем подключить контроллер и прошить его, подключить также Discovery к компьютеру, чтобы посмотреть установится ли у нас драйвер или у нас что-то там не то. Вот наша плата. Я пока ещё её не подключал. Просто воткнул сюда провод. Та часть не подключена. Ну и надо нам ещё забрать вот это. То есть как вставлять я думаю вы знаете. С сужением наверх. Вот это пойдёт у нас на компьютер по USB девайзу, то есть по OTG здесь у нас, а здесь уже программируем. Вот это у нас программатор ST-Link. Сейчас я подключу. Вот у нас подключено. Здесь горит синий светодиод. Это я пробовал тест 2 наш проект. Он был нормально. То есть подключен, откомпилирован. Может даже не тест 2, а вообще какой-то ещё древний тест ещё вообще у нас SMC из библиотеки по-моему. Тут бы у нас сейчас мигал тут таймер. Прошиваем. У нас должен теперь начать устанавливаться драйвер вот здесь. Если всё нормально, то есть он сначала найдёт составное USB устройство, а затем найдёт TM32 аудиокласс. Должен он установить на него драйвер. Если что-то не так, драйвер установится с ошибкой, код 10, то тогда ищите проблему. Либо вы дескриптор не поменяли, либо ещё что-то там, какую-то скорость где-то не ту сконфигурировали. То есть у нас по драйверу всё нормально. Сейчас я диспетчер устройств открою и мы увидим его в звуковых устройствах. Вот здесь вот. Вот он. То есть, ну, давайте ещё что-нибудь немножко напишем. Я думаю, частей у нас будет много. Запас частей у нас есть. То есть, ну, теперь давайте наоборот сделаем. Вот сюда вот мы подключали USB Audio EF, а теперь наоборот мы давайте в этот вот USB Audio EF подключим наоборот нашу библиотеку. Это сделаем мы вот так. А можно в C даже лучше, потому что здесь нет скобок таких. Хотя есть в принципе. Ну ладно, я подключал в C. Давайте в C. Вот сюда вот. Вот. Тут есть отличное для этого местечко, то есть. И вот здесь вот, значит, у нас в этом файле как раз это наш самый главный файл, который отлавливает наше событие от компьютера, то есть от устройства, от хоста, к которому мы подключаем нашу аудиокарту. Здесь куча всяких заготовок, а вот у нас событие. Вот, например, Audio init. Здесь пусто. Здесь просто возврат то, что всё OK. Если бы здесь не было то возврат, возможно у нас бы драйвер не установился. Вот. Теперь нам нужно будет здесь Audio Out init вызвать из нашей… Для того мы и подключали библиотеку. Вот эта вот функция. Вот мы её сейчас вызовем с вами здесь. Мы не будем ничего возвращать. Ну, соответственно, вместо объявления аргументов здесь должны быть сами аргументы. Output device auto. Всё правильно. Ну, я думаю, все вы эти макросы уже помните. Volon. Ну, это у нас пришёл с компьютера, вот. То есть какая там настроена, она сюда и придёт при инициализации сразу. Также и частота также оттуда придёт обязательно. Вот. Ну и всё. Здесь Audio фрэк, собственно. Вот. Вот так. Соберём с вами. Ну и пока мы больше, наверное, на сегодня ничего не будем планировать. То есть мы и так уже неплохо создали и макросы подправили и уже кое-какие библиотеки поподключали. Уже в принципе начали писать код, что очень похвально для такого объёмного занятия. То есть первая часть я на этом считаю достойно законченной. Также я вас прошу подписывайтесь на канал. Это даже и для вас и лучше. То есть чтобы увидеть, когда следующее видео у меня выходит. Потом зайдёте на мой канал и убедите, что вот здесь вот у звоночка есть вот такие вот палочки наверху. То есть звоночек, чтобы звенел. Тогда вам будет приходить сразу тут же уведомление на все ваши устройства, что у меня вышло новое видео. Ну где вы, конечно, авторизованы под своим аккаунтом YouTube. То есть проверяется вот так. На этот звоночек жмёте и скорее всего, если вы только что на меня подписались, у вас вот эта галка не будет стоять. Вы её устанавливаете и сохраняете. То есть вот так. Ну, также пишите комментарии под видео. Пишите комментарии и обсуждайте тему программирования контроллеров и не только в группах, ссылки на которые даны под видео в описании, на форуме. Всех вас туда приглашаю. Всё это открытое. То есть кому понравилось данное видео, ставьте лайки. То есть жмите вот эту вот кнопочку. На этом разрешите с вами попрощаться. Скорее всего может быть или до завтра или до следующих будней. Всем пока. Всего хорошего. Доброго здоровья.